Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Калина Красной. И сегодня у меня в обзоре защищенный бронеавтомобиль Typhoon K4386 или же Typhoon VDV. Данный набор у нас от компании Slubon. В наборе у нас 519 деталей. Это у нас новиночка 2023 года и в нем аж целых четыре мини-фигурки, что достаточно большая редкость для Slubon. Продолжают нас радовать друзья от компании Slubon, отечественной техникой, военной отечественной техникой. И это такая вот новиночка, которая появилась под конец 2023 года. Набор Slubon был по классике в большой коробке, которая была наполовину заполнена вот этими пакетами. Внутри была инструкция, на которой представлены красивые референсы с функциями набора. Ну и где я взял данный Typhoon? Приобрел его на Азоне. В данном магазине я нашел большой выбор военной техники от Slubon и не только, а также китайские фигурки различных вселенных. Ссылка будет в описании. И по традиции, прежде чем начать обзор на данную военную технику, давайте поговорим об ее истории. Что это у нас за бронеавтомобиль такой? К4386 Typhoon VDV. Единственный в мире бронеавтомобиль, способный десантироваться парашютным способом. Данный бронеавтомобиль относится к семейству Typhoon K и предназначен для перевозки личного состава, грузов, а также монтажа различных систем и вооружений. Главной его особенностью является несущий бронекорпус, который, обладая повышенной жесткостью и прочностью, позволяет без последствий десантировать машину парашютным способом. Машина оснащается различными боевыми модулями, а современная система управления огнем позволяет обнаруживать и поражать различные типы целей в любое время суток. Итак, очередное произведение искусства от Slubon. Мне реально очень нравится, как они это делают, как они подходят со вкусом, как они уделяют внимание разным мелочам в военной технике. То есть в плане копийности у ребят с Slubon всегда было все хорошо, но вот в плане реализации, как всегда, они немножко накосячили, об этом чуть позже. То есть всякие разные небольшие вариации использования деталек и как они это, скажем так, присобачили, не всегда выглядят надежным и не всегда получается надежным. Поэтому из техники в технику у ребят, у дизайнеров качают такие проблемки, которые, ну на самом деле, разочаровывают и моделька получается не всегда игровой, а больше вот такой вот красивой стендовой. Сразу хочу уделить внимание здесь наклейкам. Наклейки здесь реально потрясающие. Во-первых, мне порадовало, что имеется вот такая вот наклейка. Это у нас здесь отображены, скажем, бронепластины и на них вот такая наклейка в виде георгиевской ленты и на ней звезда. По-моему, вот именно такую наклейку всегда размещают на парадную технику, то есть на обычной я никогда не видел, именно вот когда на параде машины проезжают. На технике именно вот такая звезда с георгиевской лентой. Потом у нас по кузову имеется вот такая имитация бронепластин. На обратной стороне у нас тоже самое. Также у нас имеется имитация переднего бампера в виде вот таких наклеек и вот такой вот номер. Сзади у нас входная часть броня автомобиля. Вы прекрасно видите, что здесь также имеется наклеечка на двери. Тоже у нас внутри имеются наклеечки. Здесь мне понравилась имитация вот таких специальных контейнеров, куда у нас всякие вещи, принадлежности прячутся. И они не стали париться, не стали делать детали стоп-фонари, а просто сделали это в виде наклейки, имитация такая. Ну, достаточно хорошо у них получился. Я считаю, наклейки в наборе реально хороши и полностью дополняют образ данной техники. Вообще, Слубан молодцы. У них реально очень хорошо получилось сделать копийно, но так как они максимально это копийно сделали, они постарались впихнуть сюда максимально много функций этого автомобиля. Это, во-первых, у нас броня автомобиля, он для десантного, то есть там можно перемещать экипаж. И они попытались уложить в него много функций, и из-за этого, на мой взгляд, не все функции удачно реализованы. Что, давайте по ним пробежимся. Первое, это у нас открывающиеся двери. У нас слева и справа имеются вот такие дверки интересные. Они у нас открываются, вы не поверите, здесь открываются двери. Но ход открывания у дверей, скажем так, небольшой. И это связано в первую очередь с тем, что очень глупо, на мой взгляд, реализовано переднее лобовое стекло. Так вот, у нас дверка очень круто реализованная. Имеется вот такая небольшая окошко, бронестекло. Оно закрывается, оно немножко у нас, видите, заходит вот сюда, и получается, что может на него залезть и нехорошо, не очень комплектно встать. Стекло заднего вида, оно у нас постоянно перемещается, то есть как бы я его не ставил вверх-вниз. Если я его так задену, оно у нас вот так вот ходит. С другой стороны у нас то же самое, то есть абсолютно то же самое. Сзади дверка. Сзади дверка тоже у нас имеется, у нас открывается. Здесь все получше реализовано, полегче, ничего сложного. Но если говорить о масштабе, то у нас мини-фигурки данного набора не в одном масштабе с бронетехникой. То есть я понимаю, что если бы они сделали ее чуть меньше по масштабу, чуть поменьше, там на два стада вперед-назад, скажем так, то не было вот этих функций, которые они уложили в эту модель. Поэтому на самом деле у нас люди должны были вот где-то быть, условно говоря, он с колесо практически, а должен быть чуть выше человек в масштабе с этой моделью. Поэтому механизм, скажем так, входа-выхода в бронеавтомобиль очень глупо реализован. Видите, это прекрасно маленькую небольшую щель. Зачем-то они решили применить здесь угловатые детали снизу, непонятно зачем. То есть мини-фигурку, даже если я сниму и все дополнительные аксессуары, шапку, все остальное. Но руку даже другую эту сниму. То есть, ну ее как туда вот засунуть? Только вот так вот закинуть и закрыть. Ну, не прям-таки это круто. Потом, если мы нашу мини-фигурочку просто здесь вот так ставим, то в реале в жизни это не так. Конечно, это круто вот так смотрится, но по-настоящему это выглядит не так. Следующая функция, это у нас сверху вот такая вот автоматическая пушка. Вместе с пареном в ней пулеметом очень круто реализована. У нас имеется также дополнительная защита. Тоже в виде бинокля реализована интересная такая штука. По ней она, не скажу, что то, что она так легко ходит, это слишком уж плохо, но автоматическая турель у нас держится на такой пластине легкосъемной. Бывает очень часто вылетает вот эта деталь, потому что если шевелить пушка, она легко подевается и, соответственно, разлетается. И также у меня бывало то, что при игре вот легко отсоединяется вот этот турель от этой пластины. Внутреннее убранство нашей техники. Я продемонстрировал, как у нас легко снимается верхняя автоматическая пушка. Теперь мы снимаем нашу переднюю часть. Она у нас снимается вместе с передней крышей и предстает у нас вот такой замечательный вид. Внутри у нас вот таких четыре человека места и специально, видите, такая панель с наклеечкой и даже рукоятка. Это управление автоматической турели, которая у нас находится выше. Прикольная задумка и такая легкая детализация, за которую, безусловно, респект. Кабина водителя, как видите, там очень-очень мало места. Прям вообще его там практически нету, но большой вот респект. Легко отламывается у нас стекло заднего вида. Большой респект за вот эту детализацию, за вот эту наклеечку. Это у нас такая небольшая приборная панель. Не знаю, что он там делает, но за это респект. Фигурку туда посадить очень крайне сложно. Для того, чтобы это сделать, приходится вот снимать переднее лобовое стекло. Но зато, смотрите, у нас водитель четко смотрит лобовое стекло, не вверх-вниз, а очень даже пропорционально все масштабно выглядит. То есть, смотрите, я не шучу, чтобы прямо посадить мини-фигурку. Во-первых, легко стекло может отломаться. Вот смотрите, как оно сюда вставлено. То есть, стекло держится просто на вот таком шарнирном механизме посередине на вот этой штуке. То есть, чтобы нормально посадить мини-фигурку, надо практически вот все разломать, попасть в эти стады слугановские. И то еще не факт, что ты это сделаешь. Благо хоть руль немножко отодвигается. При этом может разломаться у нас дверка вот так вот легко. Это говорит не о качестве пластика. Пластик здесь достаточно хороший. Это говорит о том, что очень глупо реализовали вот эти все механизмы. То есть, попытались вместить все по максимуму, сделать круто, но получилась вот такая каша-малаша. Вот переднее лобовое стекло, оно вот так у нас держится. То есть, на мой взгляд, это не самое удачное решение. Понятно, они хотели подобрать угол, но можно было просто деталь стекла вставить. И еще одна немаловажная, может быть, даже главная функция, это то, что у нас здесь поворачиваются передние колеса влево и вправо. Правда, поворачиваются они не так хорошо. Механизм несовершенен и немножко туговат. Реализовано это вот следующим образом. С помощью вот таких вот тяг у нас реально поворачиваются колеса влево-вправо, но, к сожалению, ход у них не такой большой. И если мы буквально поставим модельку, то не прям таки, как будто колеса у нее повернулись. Есть такое ощущение, что просто они случайно при игре вывернулись. Еще также может показаться, что у нее имеется подвеска, но нифига, это просто вот такой свободный ход деталек. То есть, это вот так тоже сзади нас реализована подвесочка, просто детальки вот так вот ходят и легко выходит из своих пазов. Про все функции набора и его минусы проговорили, теперь давайте поговорим про плюсы. А плюсы здесь высочайшая детализация. Это прям просто реально пушка, то, как они это сделали. Мне очень нравится. Во-первых, вид сбоку, но он нереально крутой, очень радует все вот эти наклеечки, очень радует то, что имеется. Даже, смотрите, специально у нас имеется вот такой ящик, который у нас открывается, и туда можно положить оружие. То есть, вот реально засунул, положил аксессуар, который идут в комплекте, закрыл, и они вместе с машиной. Не где-то там валяются, а вместе. Потом, я так понимаю, это на специальные, может быть, датчики, может быть, специальное окошко бронебойное, через которое можно смотреть. Очень круто реализованные наклеечки снизу, которые также отображают специальные ящики, которые имеются в комплекте. Мне нравится передняя морда автомобиля. Она реально похожа на свой прототип. Очень просто, но со вкусом. То есть, передняя решеточка, фары очень круто выглядят. Очень хорошо подобраны детали для вот этих крюков, на которые забираются, с помощью которых можно тащить технику. Очень реалистично это выглядит. Слубан даже не забыли, добавили антенну радиосвязи. Мелочь, но очень приятная. Ну и резина. Резина, она очень такая, знаете, тугая. То есть, моделька перемещается, конечно, ездит, но видите, как туго-туго прямо в натяжку резина ходит не очень хорошо. И если мы повернем, скажем так, применим механизм поворачивания, то он, скажем так, то и не особо поворачивает. То есть, все достаточно такое тугонькое. В наборе у нас 4 мини-фигурки. Это 4 у нас военных с кучей, просто кучей аксессуаров. За что славится военный Слубан такая в том, что у мини-фигур, во-первых, разные руки. Они могут принимать разные формы. И в набор обязательно кладется литник с отечественным оружием. То есть, вы видите, что фигурки можно поставить по-разному, в разные позы и дать им абсолютно разное вооружение. Дать им специально вот такой рюкзачок, если захотите. То есть, в плане играбельности для детей мини-фигурки здесь самые шикарные. Ну и по итогу, что я вам скажу. Не хочется, конечно, ставить им четверку, но поставлю им 4 из 5, потому что круто выглядит. Ребят, безусловно, очень круто выглядит. Как стендовая модель, как просто вот полочная, поставить ее на полку для коллекционеров. А их у меня на канале достаточно много, как оказалось. Ребят, которые любят военную технику, может быть, применить в какой-то диораме. Круто так поставить, поставить мини-фигурки. Выглядит безупречно. Просто, просто так стоять и любоваться. Она великолепна. Но, как игровой набор, абсолютно бесполезная вещь, потому что будет у вас все отваливаться. Антенна, верхняя автоматическая пушка, будут отваливаться боковые стекла, будут разваливаться двери и не вставать на свое место, как вот сейчас просто оно вылетело. Видно, что слумно хотели застрелить сразу двух зайцев, но не получилось. У них получилась реально очень копийная моделька, но количество функций, которые они сюда запихнули, не помогли реализовать ее конструкторски. То есть она буквально таки разваливается. То есть ей реально не поиграть. Поэтому, к сожалению, 4 из 5. Ребят, у меня на этом все. Как вам новый формат видео? Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, вступайте в группу в Телеграм и в группу ВКонтакте, где мы выкладываем все новинки Лего и его аналогов, в том числе и по слуману. Всем пока!